Юлиан Макаров Юлиан Макаров Юлиан Макаров Юлиан Макаров Юлиан Макаров А вещи, которые связаны с вами непосредственно, вот скажем, ваши балетные туфли, они недостойны того, чтобы быть размещенными вот на этой импровизированной выставке? Юлиан Макаров Юлиан Макаров Ну, все равно у нас витает тема спектаклей, тема работы, которой я живу. Юлиан Макаров 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 Вы знаете, ну, мы люди эмоциональные, и, наверное, бывают моменты, когда мы не сдерживаем своих эмоций, но я тоже стараюсь к нему быть деликатной. Юлиан Макаров 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 И это было моё такое вот, моё признание им за то, что всё-таки, когда ты живёшь с каким-то персонажем, который реальный, это совершенно особые отношения между тобой и ролью. Вам сегодня на российской балетной сцене хватает современных хореографических спектаклей? — Как вы чудесно построили этот вопрос! Очень профессионально, умно, и мне нужно что-то очень умное и серьёзное ответить. — Нет, вы можете сказать очень по-женски и коротко, да или нет. — А если я скажу «я не знаю», так можно? — Это замечательно, конечно. — Вы знаете, я как-то очень странно, может быть, несерьёзно для того, чтобы быть свободной, пытаюсь относиться ко всему, что происходит на театральной сцене, будь то драматической, будь то балетной. — Я очень радуюсь, когда меня что-то трогает. Это такие удивительные вещи. Но, признаться, меня всегда очень трогает работа артистов в любом жанре, в балетном. — Недавно огромное для меня впечатление произвёл «Цирк Дю Солей». Это такая работа на пределе сил. Это так серьёзно, это так ответственно, это так сложно и это так вдохновенно, что это вот просто хочется снять шляпу и сделать большой реверанс. Поэтому вот я всегда преклоняюсь перед работой. А трогает действительно очень мало. И чаще всего меня трогают вещи в консерватории. — Ильза, Елизавета Лиепа. Сегодня была главной ролью на телеканале «Культура». — Спасибо. — Спасибо вам большое. Я желаю вам замечательной, счастливой жизни. И я хочу очень вас поблагодарить за то, что вы пришли с подарком. Это книга, написанная вашим отцом Марисом Эдуардовичем, которая называется «Я хочу танцевать сто лет». Вы с братом, в общем, всё правильно делаете. Вы действительно все вместе танцуете сто лет. Дай бог, чтобы это было ещё больше. Спасибо. — Спасибо. — Вам низкий поклон за то, что провели время в нашей компании. Вас очень любим.